Какое значение имеет физическая среда в контексте духовности? Человеческий опыт на этой планете, по сути, связан с тем, как наши органы чувств воспринимают что-либо. Что бы мы ни воспринимали, если это приятно для наших чувств, мы ощущаем это определённым образом. А если то, что мы воспринимаем, неприятно для наших чувств, тогда в нашем опыте это становится грязью. Поэтому, если наше окружение нечисто, или, иначе говоря, если наше окружение неприятно для наших чувств, тогда образы, создаваемые нами в уме, и проекции, действующие на наш механизм переживания жизни или источник нашего опыта, будут неприятными. Когда у вас возникают подобные неприятные ощущения, становится трудно перейти в счастливое состояние опыта или взять под контроль источник опыта, чтобы вы могли сознательно создавать природу своего опыта или сознательно диктовать природу своего опыта. Духовный процесс, по сути, означает лишь одно — «все, чем вы являетесь, будет происходить осознанно». То есть, ваш жизненный опыт определяется вами. Поскольку ваш жизненный опыт определяется вами, то спокойный вы или тревожный не определяется окружающей атмосферой. Счастливый вы или несчастный не определяется природой того, что происходит вокруг. Несчастный вы или радостный также, по сути, определяется тем, что вы делаете с собой внутри себя. Чтобы это произошло, важно, чтобы наши органы чувств не воспринимали что-либо как неприятное. Поэтому создание чистой атмосферы — естественное следствие перехода людей к духовности. В рамках этого мы проделали большую работу. В югической культуре шауча является важным аспектом духовного развития человека. Очень важно, чтобы физиологическое и окружающее пространство находились в состоянии шауча, потому что наша чистота не только внутри тела. все, что мы воспринимаем нашими органами чувств, может создавать внутри нас либо грязь, либо благополучие. Основываясь на этом, мы уже многое сделали. Выше мы создали образцовое чувство чистоты у окружающих нас людей. В штате Тиммалнат во все 53 тысячи поселений мы привнесли ощущение чистоты в то, что там происходит. Вы можете очень отчетливо это увидеть. Если вы окажетесь в каких-либо местах или деревнях, где было влияние определенного количества духовных движений, вы заметите разницу в чувстве чистоты, в том, как люди относятся к личной гигиене и к чистоте в общественных местах. Предстоит сделать еще многое, но я думаю, что самое большое упущение — это то, что нет системы утилизации мусора, который образуется в любом обществе. И, конечно же, у нас существует проблема увеличения населения, но с этим можно справиться, только если в стране появятся очень влиятельные нерелигиозные духовные движения, чтобы люди поняли, что жизнь — это поддержание себя в чистоте. Когда эта идея глубоко проникнет в вас, желание поддерживать чистоту вокруг станет естественным следствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok